На прошедшей неделе депутат Госдумы Лидия Антонова провела личный прием жителей в Люберцах. Он прошел на базе многофункционального центра. Подробности далее. Проблемы с трудоустройством, просьбы о показании социальной помощи и вопросы, связанные с работой различных структурных подразделений. На встрече с представителем власти обсуждаемых тем, как всегда, много. Большинство из них носят личный характер, а есть и глобальные, которые волнуют общественность в целом. За парковкой происходит улица Константиново, причем попьющая. Целый год мы мучаемся, не сообщаем никому. Значит, там и строители, и беспредел творится, они там у нас с ночевками остаются. И что только не происходит, и грязный мусор. Речь идет о строительстве центра активного долголетия в Малаховке, а точнее о состоянии дороги возле него. По словам заявителя, инвестор-застройщик сузил проезжую часть до 4 метров и установил бордюрный камень высотой в 20 сантиметров. Это создает большие неудобства как пешеходам, так и водителям. Еще одна проблема, из-за которой перенесли срок открытия центра – недостаточное количество парковочных мест. Нам надо этот процесс приостановить. Пусть он все выполнит, и нормально тогда открыть центр, чтобы не получилось. Так что центр открыт, противовес как бы жителям. По словам Алексея Передерко, застройщикам центра неоднократно проводились выездные совещания. Согласно протоколу, ему необходимо предоставить комиссии по безопасности дорожного движения проект проводимых работ. Там есть, в принципе, два технических решения, даже при той ситуации, которая сейчас сложилась. Но самое простое решение, конечно, это все, что он сделал, убрать и привести в благоустройство. Он должен делать проезжую часть обязательно более 7 метров. Лидия Антонова в свою очередь отметила, что возьмет этот вопрос под личный контроль и поручила сотрудникам администрации собрать очередное совещание застройщикам и предложить ему новый проект, согласно которому проезжая часть будет расширена до необходимых размеров. Луиза Егя Азариан, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ